Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Дюфрейн 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 И великое множество народа стекалось к Нему, посмотрите, слушать, слушать и врачеваться у Него от болезней своих. Не сказано, что эти толпы приходили исцеляться. Сказано, что они приходили слушать и исцеляться. Один из ключей, чтобы принять исцеление и чтобы служить исцелением, это добиться, чтобы люди слушали. В течение почти 50 лет мой муж служил в помазании исцеления. Он проводил крусейды, на которых он учил вечер за вечером, день за днем. И когда он объявлял, что на таком-то служении будет возлагать руки на больных, люди обязательно стекались, потому что они приходили, чтобы исцелиться. Но проблема была в том, что они не приходили слушать. Они не приходили на служение, где он учил об исцелении. Они приходили только на молитву за исцеление. Слава Богу, за молитвы, за исцеление я их не принижаю. Но слово подчеркивает, что люди не просто приходили, чтобы исцелиться. они приходили слушать и исцеляться, потому что слушание крайне важно для получения исцеления и для сохранения того, что вы получили. Я хотела подчеркнуть это, прежде чем мы погрузимся в конкретные истории. Нам нужно увидеть, что люди понимали, что суть не только в том, чтобы получить чудо, но в том, чтобы научиться сотрудничать с Богом и продолжить сотрудничать с Богом, уйдя с того места, где находится служитель. Итак, они приходили слушать и исцеляться. Они посвящали время тому, чтобы слушать. Люди, нуждающиеся в исцелении, говорят, «Ну раз исцеление мне принадлежит, почему же я не исцелен? Если Иисус это обеспечил, почему же я не исцелен?» Нужно посвятить время тому, чтобы слушать, уделить время тому, чтобы слушать. Можно сказать так, исцеление в слушании. Наше исцеление связано с нашим слушанием. Можно также сказать, слушание позиционирует нас для исцеления. Вы спросите, «То есть мне нужно заслужить исцеление?» Нет, слушание делает вас восприимчивыми. Мы не зарабатываем ответы, но нам нужно уметь принимать силу Божью, уметь сотрудничать с Богом, знать, как Он поступает, как Он двигается, как Он действует, чтобы не сопротивляться Ему, а сотрудничать с Ним. И правильное учение должно включать в себя это. Иисус, несомненно, не просто говорил людям, что им принадлежит исцеление, но и говорил им о том, как сотрудничать с Богом. Итак, если вы нуждаетесь в исцелении и говорите, «Я стараюсь верить Богу об исцелении, но Мое исцеление еще не проявилось», позвольте вам сказать, «Уделите время, чтобы слушать». Не просто уделите время, чтобы в целом слушать истины Слова. Посвятите время тому, чтобы слушать истины об исцелении. О чем вы слушаете, на то у вас и будет вера. Не просто читайте случайные места Писания в Библии. Найдите места Писания об исцелении. Найдите места Писания, которые учат о вере, и питайтесь ими. Это то, что вам нужно услышать, чтобы получить исцеление. Итак, в этом стихе мы видим, что слушание всегда предшествует исцелению. Если бы было возможно обойти слушание и перейти прямо к исцелению, то это произошло бы в служении Иисуса. Но такого не было даже в Его служении, потому что это так не происходит. Если бы кто-то и мог обойти слушание и перейти сразу к исцелению, это был бы Иисус. Но Он так не поступал. И в этом суть. Он так не делал. Потому что важно не только, чтобы люди исцелились, а чтобы они не потеряли то, что они получили от Бога. А им нужно что-то знать, чтобы сохранить и удержать то, чем Бог их благословил. Никто не знал бы, как верить и получить исцеление, если бы они никогда не слышали, что Иисус – Целитель. Если люди не слышат о том, что Иисус – Целитель, у них не будет веры в исцеление. Людям необходимо учиться. Поэтому так важно, в какой вы церкви. Важно, что вы слышите. Что если вы ходите в церковь, где вы слышите, что вы рассердили Бога, и Он учит вас чему-то, дав вам болезнь? Вы будете сотрудничать с тем, что вы слышите. Но поскольку это не исходит от Бога, это неправильное учение, это заблуждение, люди думают, что сотрудничают с Богом, а на самом деле поддаются врагу. И так важно, чтобы нас правильно учили. По-человечески, когда людям нужно исцеление, им хочется просто прибежать на служение, выйти вперед на молитву, получить исцеление и все. Но Иисус хочет для вас чего-то большего, чем просто момент исцеления. Он хочет жизнь исцеления, жизнь здоровья. А чтобы иметь такую жизнь, нужно что-то знать. Знать, что Слово говорит. Поэтому нам нужно полюбить такие места Писания, где говорится, что они пришли слушать и исцеляться. Это так важно. Я обращаюсь ко всем, и к тем, кто смотрит эти передачи, и кто их слушает. Если ваше исцеление задерживается, ускорьте и увеличьте количество слушания. Это по Писанию. Откройте со мной, пожалуйста, восьмую главу Марка. Марка 8. Мы рассмотрим историю слепого из Вифсаиды. Мы прочитаем несколько стихов. Марка 8, 22. Приходит в Вифсаиду и приводят к Иисусу слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, «Видит ли, что он, взглянув, сказал, вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». Я хочу, чтобы мы вернулись к 22 стиху и будем смотреть стих за стихом, что позволило этому человеку принять исцеление. 22 стих «Приходят в Вифсаиду и приводят к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему». Мы видим, что кто-то слышал. Кто-то слышал, что Иисус – целитель. И люди поняли, если мы приведем этого слепого к Иисусу, мы сможем ему помочь. Он сможет получить свой ответ. Также мы здесь видим слепого, позволяющего другим вести его. Слепой сам без посторонней помощи не видит, куда идет. И должно быть, он согласился. Согласился. Чтобы его кто-то привел. Мы не знаем, сам ли слепой услышал, что Иисус – целитель, или один из тех, кто его привел. Но в любом случае, слепой согласился с тем, что Иисус – целитель. Иначе он не позволил бы везти его куда-то. Так? Приведшие его просили Иисуса прикоснуться к нему. На мой взгляд, это чудесная картина, потому что они пришли не ради себя. У них было сострадание к кому-то. Вспомним слепого Вартемея. Ему никто не помогал. Он был слеп, и, услышав, что Иисус идет той дорогой, он закричал, возвал к Иисусу, чтобы он остановился ради него. Но в ответ на его крик, толпа сказала ему заткнуться, замолчать. Что это? Отсутствие сострадания. Отсутствие сострадания. Этому же слепому помогли в его вере. Рядом с ним были неравнодушные люди. Люди, сострадавшие ему. Нам важно сострадать людям, которые не знают того, что мы знаем, не видят того, что мы видим. Этот слепой не видел того, что они видели. Поэтому они использовали свое зрение, чтобы ему помочь. И когда мы что-то видим духовно, нам нужно вести людей, которые не видят, к тому свету, который мы обрели. Итак, они проявили сострадание, проявили желание помочь этому человеку. И они просили, в английском умоляли Иисуса прикоснуться к нему. И я не думаю, что это была отчаянная мольба. Я верю, что они просили с ожиданием. Потому что мольба, полная сомнений и неверия, результата не принесет. Слово «умоляли» не подразумевает, что они были в неведении. Я убеждена, что они просили с ожиданием. Ведь они, несомненно, что-то слышали о том, что Иисус – целитель. Иначе они никогда не привели бы к нему слепого. Как я уже говорила, здесь мы видим разительный контраст с историей слепого Вартемея, которому никто не помог. Итак, важно, чтобы в вашей жизни были люди, которые заботятся о вас, которым вы важны. Возможно, когда-то вы не сможете полноценно сами себе помочь, тогда вам понадобится помощь кого-то, кому вы важны. В 23 стихе сказано, «Иисус, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения». Итак, эти люди привели слепого к Иисусу в селение. И Иисус взялся за дело, скажем так. Он берется за дело каждого, кто приходит к Нему с ожиданием. Он всегда берется за дело. Он никогда не скажет «нет». Он никогда не скажет «потом». Он никогда не скажет «не сейчас». Он никогда не скажет «не для тебя». Он всегда берется за дело. Итак, Он взялся за дело, Он взял этого человека за руку и вывел его из селения. Иисус не вывел их из селения, Он вывел его из селения. Люди могут привести вас к Иисусу, но дальше все уже между вами и Иисусом. Важно, во что вы верите. Итак, Иисус вывел его вон из селения. Интересно. Зачем Он это сделал? Ведь видно, что эти люди заботились о слепом. Ясно, что у них была вера. У них была какая-то мера ожиданий, иначе они не привели бы слепого. То есть, Его не окружала толпа сомневающихся. Они верили, однако Иисус все равно отделил этого человека от них, выведя его из селения. Почему Он это сделал? Чтобы это понять, нам придется взглянуть на другое место Писания. Откройте со мной 11 главу Матфея. Помните, в каком городе они находились? Они были в Вевсаиде. Матфея 11.21. Я буду читать с 21 по 24 стих. Это слова Иисуса. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вевсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то есть великие дела были явлены в этих городах, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Их сердца бы изменились. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам». Кому он обращается? Он обращается к Хоразину и Вевсаиде. Он обращается к этим двум городам. 23 стих. «И ты, Капернаум...» А! Теперь он добавляет третий город. «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня». Почему он выделил Капернаум? Потому что там была штаб-квартира служения Иисуса. Он там проживал. 24 стих. «Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». Итак, он сказал «горе Хоразину, горе Вевсаиде и горе Капернауму». То есть Иисус произнес суд на три города. «Горе вам!» «Все!» «Вас больше ничего не произойдет в рамках моего служения». Почему? Не потому, что он зол. Не потому, что он не хочет им помочь. Они отвергли его. Таков был выбор этих городов. Не принять, не взять то, что он принес. Таким образом, они сделались тем местом, где ему невозможно было действовать, функционировать. Не то, чтобы он удерживал что-то. Он просто дал им знать. «Я не могу здесь действовать. Я пытался. Вы многое видели. Здесь были чудеса. Но вы все же отвергли дела, совершенные у вас». Итак, Иисус ничего не удерживает. Он говорит, «Вы сделали меня бездейственным здесь». Вследствие этого, Иисус больше не совершил ни одного чуда ни в одном из этих трех городов. Это помогает нам увидеть ситуацию со слепым и его сопровождением, потому что они были в Вифсаиде. И Иисус вывел его вон из Вифсаиды, потому что в этом обществе не было веры. «Тебе нужно чудо, и я не могу оставить тебя в том месте, где у людей нет веры, если ты хочешь получить свое чудо». Иисус проявил доброту, выведя слепого оттуда. Он настолько хотел, чтобы этот человек получил чудо, что не пожалел времени и увел его в другое место. Скажем так, важно, чтобы была вера в том месте, где вы живете. Приносите веру. Итак, мы увидели, почему Иисус вывел его вон из селения. Он не пытался отделить слепого от сопровождавших его людей. У Иисуса не было никаких проблем с ними. Просто этот город был осужден, и там больше невозможно было ничего совершить. Есть места, где исцеление невозможно получить. Не из-за Бога, а из-за людей. Как в этих городах. Чтобы получить исцеление, необходимо было из них выйти. Потому что они не позволяли силе течь в них. И не реагировали на нее правильно. Опять-таки, важно понять, что это не Бог разозлился и что-то удерживал. А люди отказались принимать. И Иисус сказал им, из-за вашего непринятия мы ничего здесь больше не можем сделать. Я не могу, Бог не может, Дух Святой не может, мы не можем. Это, конечно, смелое утверждение, что есть места, где люди, по всей видимости, не могут принять исцеление. Слепой не мог принять там то, в чем он нуждался, поэтому Иисус отвел его в другое место. Есть такие места, такие церкви, где невозможно получить исцеление. Почему? Потому что они отвергают эту истину. Что же сделает Бог? Он так сильно вас любит, что Он приведет вас в другое место. Он выведет вас вон из селения. Он выведет вас из той местности, за стены той церкви. Не потому, что Он против церкви, но потому, что Он хочет, чтобы вы были исцелены. Бывает, люди решают отвергнуть исцеление. Бог не удерживает исцеление. Люди отказываются впустить Бога. Не только церковь может отказаться от исцеления. По всей видимости, это может сделать и город. И мы видим тому пример. Но я скажу, что и семья может его отвергнуть. Многие люди воспитываются в семьях, отвергающих истинный Слово. И там невозможно исцелиться. Придется уйти на какое-то расстояние, чтобы войти в полноту того, что Бог вам приготовил. Потому что Бог вам это приготовил. И Он не говорит, что вы никогда не сможете это получить. Он говорит, что вам придется найти новое место, где ваша вера сможет работать. Насколько же велика милость Иисуса. Зная, что общество Вифсаиды не принимает его и силу Божью, он был так милостив к слепому, что сказал, «Давай-ка выйдем за пределы этого города, и ты все же получишь исцеление». Вот это милость, не правда ли? Что Иисус показал нам? Что исцеление для всех. Исцеление для всех. И я хочу, чтобы люди его получили. Но им нужно последовать за мной в то положение, в котором они смогут его получить. Смогут получить исцеление. Я скажу так, всегда принимайте Слово, даже если вы не были изначально в нем воспитаны. Даже если вы были воспитаны в церкви, которая не проливала свет на какую-то истину, не просто держитесь за то, что вы всегда знали. Как только вы видите что-то в Слове, принимайте это, и оно сможет течь в вашей жизни. Божественное исцеление – это истина Слова, и ее нужно принять. Исцеление не будет двигаться и функционировать просто от того, что оно нам принадлежит. Его необходимо принять. Как я уже говорила, люди, приведшие Слепого к Иисусу, заботились о нем. Нам нужно любить других людей достаточно, чтобы хотеть им помочь. Аминь. Мне понравились слова одного проповедника. Он говорил служителям, если вы не получили свое исцеление, верили Богу, но не получили, продолжайте проповедовать исцеление. То, что вы его не получили, не значит, что другие не могут его получить. Иногда нам кажется, ну, может, мне не стоит говорить о процветании, потому что у меня самого долги. Послушайте, Слово не перестает быть Словом, пережили ли вы его или нет. И кто-то другой может быть в состоянии легко за него ухватиться и двигаться в нем. Продолжайте сами питаться Словом, но также не удерживайте его от других просто потому, что вы еще сами не испытали его на деле. Истина есть истина по-любому. Что касается нас самих, нам не только нужно любить Бога, но и иметь веру, чтобы получить то, что Он обеспечил. И нам нужно любить людей и приводить их к Богу. Но недостаточно просто сказать, ну, я люблю Бога и потому исцелюсь. Нет, нужно знать некоторые истины. Нужно кое-что знать. Бывают обстоятельства, которые мешают вере действовать, мешают силе Божией течь. Помните, как Иисус воскресил дочь Иаира из мертвых? Она умерла, и люди, окружавшие ее постель, плакали и рыдали. Иисус пришел, а они все еще плакали. Они что-то знали об Иисусе, потому что Иаир привел его. Иаир знал что-то об Иисусе. То, что Иисус творил, не было тайной. Люди, плакавшие и рыдавшие у смертного ложа дочери Иаира, слышали об Иисусе. И вот, Он пришел, а они продолжили плакать и рыдать. То есть, они не верили, что что-то изменится от того, что Иисус пришел. Что же Он сделал? Ему пришлось изменить обстановку. Ему пришлось изменить атмосферу. Так что Он распустил всех плачущих и рыдающих. Он выслал их из дома. Почему? Потому что Он пришел, чтобы ответить на веру одного человека. Он пришел, чтобы ответить на веру Иаира. А эти люди помешали бы Ему ответить на веру Иаира. Милость и любовь Иисуса и Его желания исцелить настолько велики, что ради вас Он выгонит сомнения и неверия. Или Он скажет вам, какие сомнения и неверия вас сдерживают, чтобы вы прогнали их из своей жизни, из своего образа мышления. Аминь. Когда мы верим Богу о чем-то, нам нужно отстраняться от ситуаций, которые сдерживают нас. Иногда нужно отойти от своих близких. Я не имею в виду чуждаться их или исключить их из своей жизни. Просто не рассказывайте им обо всем, во что вы верите, если они не способны с вами согласиться. Пусть это будет между вами и Богом. Если они не могут поддержать вас в вере, пусть это останется между вами и Богом. Аминь. Потому что Бог хочет, чтобы мы получили ответ. И мы этого хотим. Слава Господу. Слава Господу. Мы надеемся, вам понравилась наша программа. Посетите наш сайт doframeministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством, обратиться с молитвенной просьбой или зайти в наш интернет-магазин. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения doframeministries.